175 лет со дня рождения великого физиолога и 120 лет с присуждения ему Нобелевской премии. Выставочный проект сразу к двум датам организовали сотрудники Медуниверситета имени Павлова, Музея усадьбы ученого и библиотеки имени Горького. Сама экспозиция представляет собой награды и труды физиолога, редкие фотодокументы, а также отрывки документальных фильмов с участием самого Ивана Петровича Павлова. Полностью отражен Иван Петрович Павлов. Ну и вообще под таким названием Павлов духовная стать Россией. Это ведь был большой ученый, большой учитель, большой человек. И в общем-то он всегда думал о том, чем жила, о чем думала и на что надеялась его Россия. То есть Павлов человек с большим гражданским сердцем. Первый физиолог мира. Так окрестили Ивана Павлова коллеги на одном из международных съездов. Известный на всю Россию и далеко за рубежом еще при жизни, ученый был бесстрашным экспериментатором, чья работа в области пищеварительных процессов до сих пор составляет теоретическую основу физиологии, а его труды используют для исследования неврологии, психологии и других дисциплин. Значение и масштаб личности Ивана Петровича Павлова были поняты и оценены еще при его жизни. Уже к 1890 году труды ученого были признаны во всем мире. Ни один из русских ученых того времени не получил такой известности за рубежом. Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще неизведанные пути. Говорил о нем Геопер Торнс. Павлова называли романтической, почти легендарной личностью, гражданином мира. Сам Иван Павлов видел будущее России за молодежью. Именно поэтому в своем послании молодому поколению он призывал ученых быть последовательными и пытливыми, скромными и страстными во всем, что касается науки. Выставочный проект Иван Петрович Павлов, первый физиолог мира, можно посетить до 26 апреля в библиотеке имени Горького. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания Город.